Появилась мать Рюи. Бездыханный – это тоже мечта. Он прощается с Юсуфом и входит в аэропорт вместе со своим отцом. Однако, когда он понимает, что проблема его отца не в том, чтобы найти его мать, а в том, чтобы отвезти его домой, он впервые противостоит отцу. Отец бьет дочь. Девушка убегает и снова предстоит перед Юсуфом. Юсуф обещает девочке, что они найдут ее мать и заберут ее домой. Сон тоже печальный. Господин Аяс приходит на ферму со своими людьми. Рюя не хочет встречаться со своим отцом, несмотря на предложение Юсуфа. Баран и его друг пытаются сбежать от полиции вместе с мальчиком по имени Решо, которого они взяли в заложники. Пока Сельма следует за ней на машине, машина барана переворачивается. Сельма едва вытаскивает ребенка из машины, которая вот-вот взорвется. Пока бараны убегают, мальчик заставляет полицию нарисовать их портрет робота. Таким образом они обретают свою индивидуальность. Баран не хочет бежать за границу с фальшивыми паспортами, приготовленными из-за эсимин. Юсуф сообщает всем и исследует мать Рюи. Староста говорит, что знает эту женщину и историю. Они узнают, что женщина из услышанной ими истории умерла, но когда Юсуф позже узнает, что женщина старая, они понимают, что она не мать Рюи. Не имея возможности оставаться в больнице, Шакир Ага возвращается домой. Он в инвалидной коляске и прикован к постели. Его ситуация расстраивает всю семью и фермеров. Будет начата физиотерапия. С Алих и Меркан он выслеживает женщину, с которой встретился Шакир Ага. Они идут туда по визитке кафе. Официант говорит, что Шакир Ага пришел с клубной певицей. С Алих рассказывает ситуацию Шакиру Аге. Он приказывает ему пойти поговорить с женщиной и найти шпиона в доме. Меркан видит Сарпа с женщиной в шатре. Он солгал о том, где будет в тот вечер. Он говорит, что закончил все про Сарпа и не отвечает на его звонки. Женщина в павильоне просит 50 тысяч. Взамен он подарит изображение предателя на компакт-диске. С Алих собирает деньги и уходит. Шопинг происходит с Алейной. Они берут компакт-диск и идут домой. Они отдают его Юсуфу, но не могут посмотреть, потому что заняты. Морозный, когда он понимает, что его дочь не вернется, не найдя свою мать, он решает найти женщину раньше Рюви. Морозный, акушерка, разговаривает с Файзе, но женщина злится на нее, звонит Юсуфу и хочет встретиться. Юсуф встречается с Сельмой, и просит ее помочь им найти мать Рюви. Сельма очень расстраивается, вспоминает прошлое и рассказывает об этом своей помощнице. В прошлом, когда Юсуф был освобожден из тюрьмы за смерть своего брата, Сельма оставила ребенка, потому что ее принудительно перевели. Аяз Бей в прошлом был с девушкой, девушка заметила эти противоправные действия и ушла. Аяз нашел женщину, взял ребенка, он больше никогда не звонил и не спрашивал об этой женщине. Морозный изумруд встречается с порядком, который он дает. Он просит дать этому человеку время, чтобы дать ему вдвое больше денег, чем он ему дал, и отдать ему изумруд. Когда он найдет изумруд и вернет его, ему вернутся лишние деньги, которые он потратил. Обе стороны согласны в этом вопросе. Они видят, как Сельма отвозит Ришо домой. Ришо сообщает Сельме, что слышал, что на следующий день на границе будет груз. Пока полиция следит за грузовиком, Атмака узнает об этом от Ришо и вмешивается в ситуацию, хотя и поздно. Сельмы находят пропущенное имя имущество, а именно исторический артефакт. Атмака приказывает им забрать собственность у полиции. Двое мужчин берут исторический артефакт и приносят его в Атмаку. Когда отдел Сельмы узнает об этом, их отпуск немедленно отменяется. Файзе встречается с Юсуфом Ирюей и говорит им, что знает мать, и рассказывает им о ком-то, кто ходит на диализ и возвращается с него. Когда они идут по указанному ей адресу, они узнают, что женщина находится где-то еще и преследуют автобус. Они останавливают автобус, находят женщину и привозят ее домой. Все рады воссоединению матери и дочери. Сон задает женщине вопросы о прошлом. Из того, что рассказывает нам о Ясбей, мы узнаем, что султан – мать Рюи, как мы всегда догадывались. Оставит ли Рюя Юсуфа? Хотя Атмака, отдавший приказ совершить набег на ферму Алакануар, узнает, что там находится его дочь Рюя, но уже слишком поздно. Оно не может предотвратить кровопролитие. Взрыв оружия на ферме причинит большие страдания. Атмака захватывает Ясина, который не подчиняется его приказу. Однако Баран готов пойти на любую опасность, чтобы спасти своего командира. Юсуф, который уверен, что нападение осуществили люди Атмаки, пал он решимости отомстить, несмотря на возражения Сельмы. Пока Юсуф пытается найти Атмаку, он наконец сталкивается с ним лицом к лицу. Атмака представляется как отец Рюи, Айас Керан. Он приехал забрать свою дочь обратно в Германию. Юсуф достигает одного из людей Атмаки и идет за ним. Теперь это только вопрос времени, когда он поймает Атмаку. Чего он не знает, так это того, что направляется к ловушке Атмаки. Атмака преподаст урок Юсуфу, который делает все, что может и всегда преследует его. С другой стороны, Сельме также удалось найти след Атмаки. Планы Атмаки вот-вот перевернутся с ног на голову. Попадется ли Юсуф в ловушку Атмаки? Или он загонит Атмаку в угол и поймет, что на самом деле он отец Рюи? Оставит ли Рюя Юсуфа и вернется в Германию? Перед фермой Атмака Алакан Юсуф отдал Рую и забрал ее отца. Юсуф, который благополучно отослал своего отца, затем вернулся и вместе со своими людьми принял меры, чтобы забрать девочку. Тем временем машина Барана и его командира Ясина, которые забрали девушку и отправились в путь, была заблокирована Атмакой и его человеком. У Ясина забрали телефон, но камня внутри телефона не было, потому что Дрим забрал камень. У Ясина забрали телефон, Атмача тоже хотел девушку, но Баран его не дал. В этот момент на машине подъехали Сельма и ее помощница, и все убежали. Сельма последовала за машиной Атмаки, но через некоторое время они потеряли ее из виду. Сельма пытается выяснить отношения между Алаканцами и ее дочерью. Президент был очень зол на Сельму и ее помощника за эту погоню. Пока Баран мечтал перевезти Рио через границу и выйти замуж, они увидели, что дорога закрыта, трактор сломался, и мужчина обратился к ним за помощью. Когда они попытались помочь расчистить путь, сзади на них направили оружие, пришли Юсуф, Салих и их люди. Баран настаивал, я не выдам Есимин, но его забрали. Сон спросил Юсуфа, если ты собирался спасти меня, почему ты отдал это им, они все вместе вернулись в особняк. Все были рады возвращению Шакира Аги, но были удивлены, увидев Рио. Шакир Ага даже не поблагодарил своего сына за то, что он рискнул ради него смертью. Есин позвонил Юсуфу и попросил по телефону Зюмрут, если у тебя его нет, то у девушки он тоже есть, сказал он. Что касается Рюи, то она потеряла Зюмрут, и теперь он находится в руках детей. Ты найдешь Зюмрут и уйдешь. Он сказал, ты будешь здесь гостем, пока не будет найден Зюмрут. Поскольку Зюмрута не был рядом, семья Аллакана оказалась в опасности, и Шакира Ага решил, что им придется покинуть Антекю, чтобы защитить свою семью. Подготовка к переезду началась. Сельма распустила слух и устроила ловушку, что Изумрут будет продан, но от Мака не попалась в эту ловушку. Он послал кого-то другого. Сельма допросила мужчину, но понимает, что ничего не успел.